Так у тебя нет слов? Я тоже бестолковый. Тратил свои слова, как полный идиот. Да, я, наверное, слишком смешной. Да и с чего я взял, что ты вообще хочешь говорить с таким, как я? Я пойду. Стой, Сэм! Не уходи! Так значит, ты соврала? У тебя есть слова? Теоретически, я ничего не говорила, так что, получается, не врала. А сколько у тебя слов? Не-не, сначала ты расскажи хоть что-то о себе, раз уж ты можешь говорить. Сколько у тебя слов? 24 миллиона. Чего? Да я бы на твоем месте не затыкался. А сколько у тебя в прошлом году было? 24 миллиона. Слышишь, звонок на урок, нам пора. Дети, сегодня у нас будет решение у доски. Лиза, ты первая. Ой, я снова забыла, что у тебя вечно нет слов, но... Да, Сэм? А, ничего. Ну тогда ты и иди к доске первым. Ну давай объясни, почему вся школа думает, что у тебя уже третий год нет слов, если у тебя всегда 24 миллиона. Началось все по приколу. Я просто разок решила проверить, что будет, если я добру, что у меня нет слов. А по итогу от меня начали отворачиваться друзья, мой парень не изменил, и я поняла, что в нашем мире все завязано на словах, а на меня саму всем пофигу. Эй, новенький, ты симпатичный, не хочешь после школы погулять? Нет. Что? Ты мне отказываешь? Да, я пойду гулять с Лизой. Сэ, ты не мой? Хочешь быть отбросом, как она? Ну да, я была, тебе лучшего мнения. Пошла ты, она лучше тебя в сто раз. Слушай, последний вопрос, почему со мной ты заговорила? Я не знаю, мне показалось, ты не такой, как другие. Ну, как минимум, я бы никогда не стал судить по словам человека. Мне никогда в жизни не выпадало больше 150 тысяч слов в год, вот такой я неудачник. Подожди, а сколько у тебя в этом году слов? 5 тысяч. Почему ты сразу не сказал? Ты слишком много тратишь на меня. Лучше я на тебя потрачу эти 5 тысяч, чем на такую, как Сара или ей подобных. Сэм, а что бы ты сделал, если бы у тебя было 5 миллионов слов?